Мир вам, Игнатий Тихонович! Добрый день! Слава Иисусу Христу! Слава Христу! У нас всё записывается, в интернет выставляется. Вы не против? Я не против. Я слушаю, говорите, пожалуйста. Я ушёл. Ушёл вам. Я вам звонил, может вспомните, два года где-то назад, да, 28 декабря 17-го. Может быть. Вот. Насчёт крещения я его спрашивал. Да, и что я ответил? Со священником я договорился, а дело в том, что ему не было 30-29 лет. И это, вот пришлось год подождать, как вы сказали, другого я не нашёл. И через год я принял крещение от него в проруби 19-го января. И сейчас у меня вопросы есть. Давайте. Начну с вопросов, которые я вам писал в скайпе. Вот Мелхиседек, суть служения Мелхиседека. Объясните, пожалуйста, вот как священника, в чём заключалась? А что именно? Ну, написано в бытие, что был священник Мелхиседека, когда Авраам принёс ему, и сетину ему отдал. Я понял. А вопрос-то в чём состоит? Вопрос в том, что каков был чин, вот этот, что ли, служение его, в чём заключалось? Я знаю про священников от Левина, Калина, там всё установлено. А этот ещё до них был. И в чём заключалась его деятельность как священника, непонятно. Вот мне это интересно. А что Библия говорит про этот вопрос? Ну, насколько я знаю, ничего. Ничего. Вот апостол Павел, трактуя эту личность, говорит, без начала и без конца. Почему? Биографии его нету, от кого родился, и неизвестно, как умер. И он это образно говорит о Христе. О Христе. Что без начала, как Богу, нет начала, и конца нет, Бог вечный. Кажется, натяжка совсем никуда не годится. Но именно так написано. Поэтому то, что разъяснено, а другое он умолчал. А что он занимался, какую жертву приносил, в каком месте, какой жертвенник, Библия умолчивает. И она на этом показывает, что это Христос. Это не Христос, а прообраз Христа. И поэтому вопрос такой даже и ставить не надо. Если говорить, что никто не знает, прям определенно, значит, и не знает. Все, а зачем его знать нам этот вопрос? Как он на нас влияет? Никак. Таких вопросов очень много. Бог сотворил Адама. А в какое время дня? А какая была глина, какого цвета была? Ну, судя по тому, что, говорят, святые отцы, розового глина такая была. Вот, видимо, так. Есть вопросы, которые к спасению нам никакого отношения не имеют. Ну, можно зациклиться и стоять. Мне такой вопрос не приходил никогда. Я считаю эти места, цитирую, говорю на них проповедь. Ну, зачем дальше заходить? Ну, даже я узнал. Узнал фамилию отца. Узнал, где он жил, сколько детей у него. А дальше что? А зачем? Мы знаем, что он прообразовал Христа. А вот тут я должен знать Христа. Кто он? Второе лицо Святой Троицы, который умер за нас. Грехи наши понес. И мы имеем право просить его прощения. Он призывает себя к этому. Тут все ясно. Я его люблю, и все мне ясно. Все, я понял. Ну, еще такой вопрос, видимо, тоже из того же поля Ягода. Вот от Каина Ной. Ной был потомок Каина или же Ковбо. То есть, соответственно, и Христос тоже от Каина, да, идет? Никак, никак. От Сифа. Когда Каин убил Абер. От Сифа. От Сифа. От Каина ни одного человека на земле нет. Потому что Сифа во племя, это от него происходит Ной. Вот и все. Мы относимся к Сифу. А дальше Сим, Хам и Афет. Сим, это антисемиты. То есть, это Амы, Атеофета. А Афета распространилась. Да, это позже. Да. От Каина никого нет. И в родословной, когда мы считаем у Луки, нигде не поминается. А упоминается Сиф. Он говорит, Сифов Адамов Божий. То есть, мы родня Богу. У меня крестник, еврей, Новом Израилович. Его когда спрашивают, какой национальности, он говорит, тот же, что и мой Господь. Какой еще вопрос. Значит, Матфея 12, 40. Там говорится, как Господь в сердце земли три дня и три ночи. Да. Ну и вот, что это означает? Что как-то ад там заключен действительно? Или есть, знаете же, скважина вот эта вот какая там. На 13-м километре там какие-то крыльки там слышали. Ну это тоже такой праздный маленький вопрос. Нам это не дано знать. Мы знаем, что он был. Еврея называют Шоул. Место пребывания умерших. Когда читаем 16-ю главу Луки, он говорит, и видел Лазарь на лоне Авраама. То есть, там, где милосердные люди находятся. Если я считать будем Исаия, пророка 14-я глава, он там довольно подробно об этом говорит. Как они поднимаются на ложе, вглядываются в него, там новый покойник, а кто ты такой? Ну а может это просто образное выражение. И это тоже никак на нас не относится. Вот допустим, а что после смерти 40 дней? Житие Василия Нового, там Феодора Цареградская, которая ухаживала за Василием, помогала ему. И после смерти там ангел являлся и что-то там из мешочка клал на весы, когда ее делали. Ну это все образно. Ни одного слова нельзя понимать буквально. Гиперборфическое там и какой-то нет. Нет. Мы не знаем этого. Да и так разобраться зачем. Вот видел, говорит, Господа стоящего. Стефана побивали. Да, именно так. Жон Бунья написывает путешествие Пилигрима подробно довольно. Но это все лишь авторский вымысел. А что он на огненной колеснице был взят Илья, вот это точно знаем. А как умер Елисей, друг его, не знаем. Умер его, похоронили. Но мертвеца бросили, мертвый попал на него, и он сразу ожил. Теперь посчитатели мощей ссылаются на это. Ну я говорю, а вон воскресе дальше-то что? После этого было что, нету? А где мощи Елисея? Нигде нету, их нету. Их сожгли. Юлиан Отступник. Чрезмерное прославление чего-либо, оно шревато тем, что просто могут смести. Как Сталин там в Вознесенске, Кузнецово, Санкт-Петербурге, Ленинграде. Всех убрал. Предполагаю, что они будут ему где-то конкурентами. Здесь точно такая же история. Неопределенность у нас не порождает отчаяния. Мы знаем, душа наша в руке Господа. Считаем мы 12.28. Ну, евреев считаем. Мы приступили к духам праведников, достигших совершенства. Это души. Об этом считаем 6 глава 9 стих. Апокалипсис. А видел я души убиенных под жертвенником. Что там жертвенник такой? Они там лежат? Конечно, нет. Это образно. Жертвенник – это крест. Тот с подзнаменем любви. А они находятся. И что они возопили? Да, коли не мстишь, владыка, закрой в нашу. Из этого делаем вывод, что они знают, что палачи получают хорошую пенсию, и их никто не осудил. Ну, вам подождать надо. А что ждать-то? Пока еще дополнить, еще новых казнят. С числа не хватает. Да, Господи, защитить их надо. Нам не надо указывать. Мы должны добровольно принять это и молиться, чтобы не отречься. Выше всего это мученик за Христа. Ну, это вопрос у меня так от любопытства. Посерьезнее вопрос такой. Не заботясь о завтрашнем дне, говорит, 6.34, Матфея. Да. Вот где границы разумные? То есть мы ведь все равно заботимся. На год картошку садим. Такое все. Заготовки делаем. А если, допустим, люди сейчас боятся, что грядущие события такие, как говорят, конец света, что нам делать, надо запасаться. И вот это что позволительно, а что уже осудительно. Что необходимо, мы это делаем. А как-то заботимся. Картошку сажаем, а мы не заботимся. Посадили, а опять веселые. Пришли, трава выросла, жуки появились. Пошли, собрали их. Мы спокойно и выкопали. Заботиться, это так и думать. А что ж я буду? А как у меня дети растут? Они теперь в городе. Да как кормить их? Вот это не надо. Как казахи говорят, Бог дал барашка, Бог даст травинку. И все на этом. Я никогда не заботился. А как? Я не знаю как. Я доверяюсь Богу. У меня телефон есть оттуда. Иеремия 33,3. Воззови ко мне, я услышу тебя. И по лесенке, крик Богу, пошел по одному. Очень просто. Заботиться имеется ввиду не действия соответствующие. По-любому надо картошку садить. Но имеется ввиду, что не охать и не ахать. Не охать и не ахать. Апостол Павел что делал? Палатки шил. Апостолы работали, рыбачили. А что заботиться-то? А какая погода будет? А как сеть моя? Нынче вот мы сделали сеть. Даже не думали. Вот которые здания бывают, такая сетка натягивает, чтобы кирпичи не падали оттуда. Ну, нашелся человек, нам дал. Мы шили. Вы, если видели нас в фильмы, которые мы в Потерявке снимали. Сделали на 20 метров. Не вот. И один раз зацепили. Полтора почти килограмма в центре вытащили рыбу. В глаза такого не видали. Но перед этим мы запрудили пруды. Многие там тысячи вложили туда. Так, стоки делали. Все. И, наконец, результат. Мы нынче с рыбой были. Буквально вчера кончилась всякая рыба. Так мы всех кормили, отсылали, кому могли только. Надо жить, доверяясь Богу. Надо каждый день хватает заботы. Раз так, так так. Бог усмотрит. Хлеб наш насущен дай нам на сей день. На сей день. На завтра даже не просим. А зачем? Мой Бог знает, в чем я нуждаюсь. Да, я понял. Игнат Тихонович, вопрос такой. Как вы видите возможность священнического служения в нынешней церкви, в РПЦ конкретно у нас? Вообще-то, как это возможно? Так, чтобы не поддаваться на все эти практики незаконные. То есть, хотите быть священником? Я сейчас не то, чтобы горю желанием. У меня было такое когда-то. Потом я разочаровался, как бы. Ну, меня интересует этот вопрос. Ну, по порядку. Вы уверовали. Крестились правильно. Деньги за крещение не платили. Значит, крещение ваше действительное. Теперь, жену вы взяли, девственницу. Значит, тоже канун не нарушили. Далее, дети ваши верующие растут. Тоже не нарушили. Ждите 30 лет. И после 30 лет, если необходимо, Бог усмотрит. Вот и все. Больше тебе ничего не надо. Дальше живи свято, будь ревностен. И просчитай шесть слов Иоанна Златоуста о священстве. Вот, посмотри. Боже, Женатик. Я про это-то и спрашиваю, что как это? Возможно ли вообще? Можно, можно. Доброе дело. Ну, в РПЦ конкретно. Я не знаю, что вы сомневаетесь. Вот Господь показывает. А с другой стороны... Ну-ну. Да, ну, ладно. Вот еще такой вопрос. Матфея 24, 20. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу. Святые отцы толкуют, что зимой это значит... Зима это как порочность души, коротко говоря так. А суббота праздность. Ну, тогда вот бегство само по себе что означает? Вопрос. Бегство от чего? Вопрос стоит. От чего бегство? Из Иерусалима. Из Иерусалима. Когда враги окружат город. И поэтому там где-то в Ветелу или что-то город какой-то есть. Сейчас надо посмотреть там. То христиане были предупреждены, что надвигаются войска римские виспасианы. И они успели выйти. А в субботу... Они задали два вопроса. И два вопроса соединены в один ответ. Фактически они задавали два. А когда это будет? И какой признак твоего пришествия? Пришествие его и когда это будет, о чем спрашивали, разрушено будет. Это два разных вопроса. А они его как бы думали один. А Господь и отвечает. Как будет при вашей жизни? И как будет на страшном суде? Вот зимой, чтобы не бежать. Зимой холодно. Спасаться негде. И чтобы не беременная была. И даже не в субботу. В субботу передвигаться нельзя. А образно уже, если брать, уже в такой форме духовной. В субботу это бездеятельность. То, что запрещено было в таком виде, чтобы нас Господь не застал. И чтобы мы не были замерзшие духом. А чтобы горели пламенем любви к Богу. Все так и понимаем. Так и нужно жить каждый день. Ибо не знаете, в какой день приедет Господь. А то некоторые... То есть бегство это как раз считается как пришествие. Некоторые так бывает. Вот я уже сколько живу, я под старость, я маленько отдохну. Ты наоборот. Вы видели, когда бегут бегуны, там где-то стайеры какие. Чем ближе к финишу, тем быстрее они стараются бежать. И так и здесь Павел говорит, бегите, чтобы получить. Многие бегут в стадионе на ресталище, но один получает награду. Вот так мы можем понимать. А если вот буквально понимать, то суббота... Почему Господь говорит о субботе? Ведь новозаветняя суббота не ограничивает в движении. Почему бы она одненько отпечит? Потому что суббота это покой, седьмой день. Седьмой день не воскресенье, а суббота. А воскресенье это первый день недели. И вот когда Господь почил отдел своих, и Он говорит, что мы помнили, отдыхая, что Господь почил отдел своих. А что это означает? Не знаем, Бог не устает. Но написано, почил, закончил все дела. Где? На планете Земля. И остановившись на этом умом, теперь, зная, субботу, как сейчас воскресенье, она указывала на воскресенье. Мы должны себя держать очень строго. Сходить в храм, кого-то посетить, больных. Ну что такое? Не работать. Обыкновенные, обычные, привычные работы. Вот и все. У нас разрешается рыбачить, по грибам сходить, ягоды собирать для себя. Съездили там, поели. Это обязательно, чтобы было богослужение. Это уже обязательно. А если храма нет, значит, дома молиться. А вот, Игнат Тихонович, вот, знаете, когда вот жертва, допустим, ребенок болен, сердце у него, какой-нибудь там порог или что, и вот отец жертвует, допустим, свое сердце, им пересадку делает. Это это жертва или самоубийство? Ну, сердце никто еще не пересаживает. Почку пересаживают. Потому что две почки. Две почки. И одну отдаст, он на другой свободно может жить. Глаз один можно отдать, ухо одно, потому что два. А которое одно, этого не дается. Ближнего, как самого себя, но не больше. Всем умом, всем сердцем, это только Бога. Так что сердце никто нигде не пересаживал по сегодняшний день. Сердце берут от умершего, погибшего в автокатастрофе или как? Бывают же такие там виды операций, которые, допустим, но рискуют человеку там умереть, который жертвует, допустим, рискуют умереть. Причем с большой вероятностью. Ну, не надо. И он на это идёт. А зачем? Не надо на это идти. А зачем? Зачем нужно? Где это такое написано? Как самого себя? Мне нужно это сердце? Нужно, но и весь сказ. Как самого себя. Живого человека режут, так почему я должен умирать, когда я живу? Я и живу, оно нормальное сердце. А у того нету, значит, такова его жизнь. Всё кончилось. Да и при том, это нисколько не помогает. Какие он, считаешь, большие люди, все умирают. Даже возьми Брежнев, Андропов, Черненко. Ну, один дожил 76 лет. До 80 никто не дожил. А у них всё в руках. Там реанимация за ними ездит. Там мы с ними столько времени проводят, это ничего не сделаешь. Что такое? По-разному вопросу. Ну, у меня просто, слава Богу, толкование, всё имеется, поэтому, какие вопросы, как... но вот великий потоп был, и было уничтожено всё, кроме рыб, я так понимаю, рыбы-то в воде остались. Вот там есть какой-то смысл, может, цветы отсыщатся, как-то, располковывают там? Нету там дельфины, киты, всё водоплавающее осталось там. Вот всё умерло, а рыбы-то не умерли. Нет, на земле что есть. Вот, допустим, сейчас земля вся исчезнет, а утки будут плавать, густи плавать, им это не надо. Они водоплавающие. Речь идёт о сухопутных. И поэтому там голубь был, ворон, а дальше мы не считаем. Там ни уток не было, ни куликов, ни чибиса, ни лебедя, нигде не написано. А зачем? Им это не надо. А ещё такой вопрос очень важный, Григорий Иванович. Григорий Иванович, можно ли вам переводить либо отцу Акиму Десятину? Я хочу вам её отдавать. А почему не отдать? Там, где священник, который вас крестил. Ну, потому что там торговля, как бы, а, вон, всё понятно. Ну, я вот скину данные, можете. У нас деньги-то пойдут всё равно на нуждающихся. Я знаю, что они были. Ни одной копейки мне ни в рот не попало, ни оделся. Так что тут стопроцентная гарантия. Бывает так, люди присылают. Мы благодарим Бога, накапливаются. Вот именно на телефон. Кто кидает, узнать не могу. Всё время помаленьку прибываются. Как набирается десять тысяч, я отдаю тут у кого детишки есть, там, её сразу снимают, мне телефон обратно приносят. Каждый год бывает раз или два раза отдаю. А это не моё. И не моё, и поэтому я не звоню никому, потому что я бедный. Я живу, когда бедный. Я это принимаю как есть. Вот приезжают наши с Потеряевки, наши ребята там берут сливки, они сидят за столом, едят, а я же рядом сижу с ними. Они мне, конечно, стараются дать, я никогда не возьму, потому что вы платили деньги. У меня нет денег. Дорогой ездили, миссионерская поездка, там хорошая рыба купили. Они варят, это я собаку взял, пошёл гулять. У меня нет денег, проживу на сухарях. У меня хорошее здоровье. Я благодарю Бога за всё. Тихонович, вы же печеньком были 40 лет, да? Да. А вы всегда делали одни и те же печки или разные там? Ну, разные. У вас в рядовке остались? Да. Конечно. Были такие, что комбинированная русская печь с разными там оборотами, голландка, с котлом или сама обогревает. То есть, разные вариации есть. Но я другие, которые знаю, я тоже строительный техникум закончил. Там печь Сущевского, это я мог бы сделать, но никогда не приходилось. Зачем? Для Сибири я знаю... Кого печь? Сущевского, да, вы сказали? Да. То есть, разные вариации пищей есть, которые я делал, которые нужны для Сибири. Это хлеб-печь, русская печь, сделать как палати, лежанка, как кровать низенькая там для старого человека. Он ложится, она его подогревает. Я их мог печь закрыть. Так вот, а у вас по рядовке какие-нибудь остались на бумаге или как-то? Или все в голове? На бумаге-то купи там, посмотри. Если никогда не делал, ну, надо смотреть. Где они там пластом кладут лежащий кирпич, я ставил на ребро. Она быстрее прогревает, больше тепла остается. А тут, пока прогреет, половина в трубу вылетит. Это хорошая специальность. Всегда при деньгах и тебя накормят, напоят и хорошее отношение с людьми. Ну, я, конечно, разное там, в течение года бесплатный ремонт в течение года. А только ни один пищник на себя это не берет. Он лишь бы деньги взять. А я брал меньше, типа тонны, две, полтора, меньше угля и тепло до самого пола. Так что ребятишки ползают. То есть мои пищи очень известные. Тут и в Барнауле много. Вот они делают одну печь. Бывает два или три пищника приходят. Дни четыре делают. Я за один день две пищи выкладывал. Да, это уровень. Ну, я никогда ни одного перекура в жизни не был. Я этого не знал. У меня выработка всегда была 280-300%. На государственной работе, когда плотник был, двери навешивать, полы настилать и проще. Ну, многоэтажные дома. Я в работе был неукротимый. Один раз отремонтировал в один день шесть пищей. Это один раз было. Пять было, четыре, а шесть один раз. До дома дошел, за порог зацепился, упал и до утра лежал уже. Не раздевался, еще тут и уснул. Печник это очень хорошее цель, да. Меня тоже это интересует, как бы, ну, тоже немножко этим. Я тоже, как и вы, техникум строительный окончил. И меня все это интересует, вся эта тема строительства и печки. Да. Хотя, когда я закончил, проверяю, тогда было направление какое-то на два года. Два года я не имею права куда-то уйти. Только туда, куда направят. Ну, а семья, как и отец, без руки, три материнных брата, все усчитывали, погибли на фронте. Ну, и сам. И направили работать в органы МВД. Четыре прораба у нас было, а остальные все мастерами пошли ниже. Я же не знал, что там будет-то. У меня же шесть объектов наверное было. Я в две смены семь месяцев и выходных не знаю теперь были или не были. Да как войну, на фронт говорю, в армию призывай, так я, как будто, был военкова поцеловать. Для меня все легко так давалось, потому что тут труды, а там-то проще, что там, бегай, прыгай, стреляй. У меня нужды нет, а я стрелял все время в свои ружья. у меня последняя еще просьба у вас к вам. Можете устав вашей деревенской общины отправить как-нибудь? утеревую деревню можно найти в книгах у вас. Ну, есть устав, который для нас, только есть устав, который в отделе регистрации Алтайский краевой отдел юстиции. То есть, очевидно, два устава. Это в книге для слова Божия нет уз. А вы его сами найдете. Зайдите на наш сайт. Сайт. Если нет, то я скину. А на сайте на первой странице написано для слова Божия нет уз. Книга. Вы в нее ткнете, а дальше оглавление пошли. И там дальше выбирай. А найдешь там устав. Ткни в него и откроется устав. Я читал у вас. Я вам скину. Насколько я помню, там идет храмовый порядок. Там у вас идет. Там все есть. А утеряна деревенства. Там лагерные. Какие правила в деревне, в храме все есть. Да. И сами найдете. Вам будет интересно. Попутно еще что-то узнаете. Для слова Божия нет уз. Называется книга. Это большая книга. Она из одних документов. Из статей, которые про нас писали. Вы знаете, что сайт наш? Да, знаю. Сайт. Итуб ваш знает. Ну вот. На сайте вы сразу найдете. Для слова Божия нет. Только увидите. Прям ту же Божья Матерь икона. И по ней написана такая рамочка. Только ткни один раз. Сразу открылись оглавления. Ну, дальше смотри. Там моя биография. Как меня судили. Что говорил. Какие показания вам будет интересно. Ага, устав. Раз его. А это устав для детского лагеря. Нет, дальше. Другой устав в церкви. И, наконец, деревенский устав. Попутно вы захватите все это. Хорошо. Я благодарю вас, Игнат Тихонович. У меня был хороший звукомчил. Пока что. Так, насчет того, что я писал. То вы взяли что-то там насчитывать? Я начитываю сейчас тему община. Я еще у вас там просил проповедь в лазовестии. Но его уже Игнат Тихонович Семенов начитал практически. Я понимаю. Я сейчас гляну. Подождите-ка. Пока община читаю. Я сейчас посмотрю. Кабачев. Да, община. А вы больше не просили ничего? Я просил проповедь благовестия, но я что-то не посмотрел, что брат Вячеслав уже начитывает эту тему. Поэтому она как бы отметается. Ну все, у меня заметно кто что считает. Ну как закончите меня, спросите. Мы посмотрим, какая там папка рядом. Если никто не взял, возьмете. Я вам посылал кое-что там из стихов, которые можно было положить на музыку. Вы не взяли ничего? Пока я не нахожу времени, я постараюсь найти их. Я там уже прочитал эти стихи, кое-как приметил. А кем работаете-то? Работаю я в дорожной службе сейчас. Пока что. Но сейчас у меня планы сменить работу на лесозаготовку пойду. Там получше плач платят. Серьезная работа. Будьте аккуратнее. В лесу нередко гибнут. Потому что вы не один, куда падает, а тот закричал, а тебе деваться некуда. Ну и сучком ударило, сразу голову разбило. Так что будьте аккуратнее. вы уже вошли в наш... Вы-то написали там сушите сухари. Вошли в историю нашей общины. У вас хорошо там получилось вроде такой такт, как идут человек сушите сухари, уходим до зари. Ну хорошо. Если ничего больше нету, то что, до свидания? Да, до свидания, Игнатий Игнатий. Ну что говорили, вы тут все это увидите. Я может завтрак утру поставлю. С Богом. Храни вас Господь. Спасибо Христос. Аллилуйя. Спасибо Христос. Христос.